Приветствую вас, вам в принципе мои коллеги ответили достаточно подробно, исходя из того, что вы написали, поэтому я не буду повторять их ответ, да, не буду повторять то, что они говорили, вот, я наверное вам постараюсь просто сказать, как мне видится ситуация, которую вы описываете, и что может для вас в этой ситуации сделать собственно говоря, психолог, значит, смотрите, вы тяготитесь от одиночества, это первое, то есть вот это такой ключевой, наверное, фактор, что вы тяготитесь от одиночества, то есть вот вам прям тяжело, ну быть одной вероятно. Одиночества возникают тогда, когда человек себя, образно говоря, не чувствует, то есть когда человеку не по себе, когда человек себя не принимает до конца. Таким, какой он есть, когда ему некомфортно с собой, когда у него есть, условно говоря, некие основания для противоречий. Вот. И, соответственно, можно и нужно данные противоречия раскрыть. То есть можно и нужно помочь вам в том, чтобы принять себя, чтобы принять себя, чтобы понять себя лучше, возможно, понять себя. Второе, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это на самооценку, вашу самооценку. Потому что, если вы встречаетесь, условно говоря, с женатым мужчиной, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы себя недооцениваете. К сожалению. Вот. Значит, самооценка, заниженная самооценка возникает, как правило, тогда и только тогда, когда человек ориентируется в своём представлении о себе. На других людей. И, соответственно, идея здесь заключается в том, чтобы вам перестать ориентироваться в ваших представлениях о себе, перестать ориентироваться на других людей и начать ориентироваться на себя. Вот. Это важно. А дальше. Значит, вы говорите о том, что вам всё рекомендую, то есть вас здесь волнует. И тема своего возраста, что является стереотипическим мышлением и отражает современную тенденцию нашего общества, но ни в коем случае не демонстрирует, ну, какое-то реальное положение вещей. Потому что и 45 лет, и 50 лет можно найти себе партнёра, если, ну, если для этого совершать определённые действия. Так что здесь нет связи с возрастом как таковым, но вы увязываете. Вероятно, вы, это я делаю вывод из опыта, вот, своего опыта психотерапии. Вероятно, вы боитесь сближения с мужчинами. Вероятно, вы боитесь по-настоящему близких отношений. Вот, как правило, именно страх перед близкими отношениями, ну, как бы мотивирует, да, мотивирует женщину и мужчину тоже. Когда она, когда он даже не оказывается в подобной ситуации, значит, встречаться с такими людьми, которые заранее не могут демонстрировать, заранее не могут обещать, что отношения будут сколько-нибудь, ну, серьёзными. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что вот в таком ключе вам, в принципе, можно ответить в таком ключе и в таком контексте. Вот. Что касается того, что достойных мужчин нет, как вы говорите, то здесь мне вас хочется, конечно, спросить о том, а что по-вашему, или кто по-вашему достойный мужчина? То есть это кто? Кто такой достойный мужчина? Кто он? Что он, по-вашему мнению, себя представляет? Вот. Согласны ли вы, допустим, сами с тем, что ваша, ну, позиция является, ну, такой, несколько ограничивающей, что ли, вас и партнёра? Очень важно при этом, на мой взгляд, понимать, зачем вы встречаетесь с мужчиной. То есть получается как? Вы говорите, что достойных мужчин нет, вы говорите, но при этом, при том, что достойных мужчин нет, вы при этом говорите о том, что вы встречаетесь с женатым мужчиной. То есть такое ощущение, что женатый мужчина для вас достойный. Но если он для вас не достойный, допустим, то есть если вы не считаете женатого мужчины достойным, то в таком случае возникает вопрос. Для чего вы в отношении? И ответ здесь, как вы сами понимаете, достаточно прост. Потому что вы не переносите себя. Да, то есть вам, образно говоря, тяжело. Тяжело вам именно вот с собой. Ну, наедине с собой, условно говоря. И да, это действительно может быть проблемой. То есть вы себя вот по факту не принимаете. Вот. А можно ли вам помочь? Да, можно. Можно вам помочь. Вам можно и даже нужно помочь. Это безусловно. Это безусловно. Вопрос получается в том, готовы ли вы принять нашу помощь. Потому что вот есть у меня такое ощущение, что вы этого делать не готовы. Вот. То есть, ну, на это указывает, в частности, вот, то, как вы подаете свой вопрос. Да. Так что это очень коротко. Вот. И такое ощущение, что без какой-то такой особой надежды на то, что вам помогут. А может быть, без особого желания что-либо делать. Вот. Потому что, ну, как бы, психотерапия, да, как бы, требует определенных ресурсов. Потому что она требует определенных заплаты, конечно. Она требует определенных усилий. Усилий. Вот. И вы, может, не хотите этих усилий. Вот. Но здесь все зависит напрямую только от вас. То есть, здесь все зависит только от того, что вы сами хотите. Вот. Вот. Ну, как бы, для себя. Что вы сами хотите. Вот. И уже, исходя из этого, можно будет что-то вам порекомендовать. Ну, что-то вам порекомендовать. Вот. Вот. А пока что это выглядит просто, как, знаете, ну, такая жалоба. Просто. То есть, вы такое ощущение, что просто жалуетесь на, 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 вот, какие-то вещи. И, 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 всё. Как бы. То есть, я не то, чтобы против подобного. Но, что дальше? Ну, то есть, вот вы, пошаловались. А дальше-то, что? Вот. Поэтому, мне кажется, что, на это, в том числе, вам, ну, можно и нужно обратить, обратить, ээээ, свое внимание. Вот такой, можно дать вам ответ. Ээээ, я надеюсь, что это было полезно для вас. Ээээ, если вам понравился мой ответ, ээээ, буду благодарен. Ээээ, если вы, ээээ, сделаете его лучшим, ээээ, я, я вам желаю, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то вы начнете двигаться в сторону, ну, в сторону коррекции, в сторону коррекции, вот, вашей ситуации, вот. Всего вам, самого доброго.